Паша, дорогой, с днём рождения тебя! Ты молодец, ты практически наш русский цукерберг. Сколько времени надо ещё шляться по заграницам, бегать по чужим углам. Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь, на родине, и интереснее, и веселее. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега. Основатель Телеграм Павел Дуров сегодня ночью задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Лебурже. Арест Павла Дурова, создателя популярного мессенджера Телеграм, в аэропорту Лебурже в Париже стал одной из самых громких новостей последних дней. Это событие вызвало бурную реакцию со стороны пользователей Телеграм, международных СМИ, правозащитников и политиков. Причина задержания, возможные последствия для Телеграм и международные отношения – всё это сейчас обсуждается в контексте шокирующего ареста Дурова. «Хватит безнаказанности для Телеграм», – сообщил один из французских следователей на фоне задержания Павла Дурова. Газета пишет, что следователь был удивлен решением Дурова приехать во Францию, зная, что его разыскивают в стране. Сообщалось, что бизнесмен объявлен персоной Нонграта во Франции. «Возможно, из чувства безнаказанности», – сказал собеседник, близкий к делу Дурова. По словам еще одного источника, у Дурова был запланирован ужин в Париже, и бизнесмен должен был провести во французской столице как минимум вечер. Французские власти предъявили Павлу Дурову целый ряд серьезных обвинений, включая терроризм, отмывание денег и наркотрафик. Эти обвинения связаны с деятельностью Телеграм, который, по мнению правоохранительных органов, стал безопасным убежищем для различных преступных группировок. Из-за сильного шифрования Телеграм используют для анонимного обмена сообщениями, что делает его популярным среди преступников и террористов. Французская прокуратура заявила, что обвинения могут привести к 20 годам тюремного заключения, если Дуров будет признан виновным. Эти обвинения затрагивают не только его личную безопасность и свободу, но и подрывают репутацию Телеграм, создавая угрозу для его дальнейшего существования. Павел Дуров, получивший французское гражданство несколько лет назад, имеет определенные юридические права и защиты, связанные с этим статусом. Одним из ключевых моментов является то, что как гражданин Франции, он не подлежит экстрадиции или обмену с другими странами. Это исключает возможность его депортации в Россию или другие государства для судебного разбирательства. Этот юридический аспект осложняет ситуацию, делая Дурова более уязвимым к юрисдикции французского законодательства и предоставляя французским властям полный контроль над его судебным процессом. В отличие от граждан других стран, Павел Дуров не может рассчитывать на защиту со стороны других правительств, что делает его арест исключительно внутренним делом Франции. Арест Павла Дурова и предстоящий судебный процесс могут стать началом конца для Телеграм в его текущей форме. Если обвинения будут доказаны и Дуров окажется за решеткой, это может открыть путь для международных санкций против Телеграм. Европейский Союз уже давно обсуждает возможность принятия мер против платформ, которые не сотрудничают с правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Французские спецслужбы уже заявили о своем намерении добиваться доступа к переписке в Телеграм, связанной с преступными сообществами, террористическими группами и компаниями, находящимися под санкциями. Это требование базируется на убеждении, что Телеграм, благодаря своим функциям шифрования, стал идеальным инструментом для анонимного общения и координации преступной деятельности. Запросы французских властей могут включать доступ к ключам шифрования или предоставление специального интерфейса для мониторинга сообщений в режиме реального времени. Это позволит спецслужбам следить за подозрительной активностью и предотвращать преступные действия на ранних стадиях их планирования. Команда Телеграм, предвидя возможные риски для своего основателя, заранее разработала план действий на случай ареста Павла Дурова. Этот план предусматривает продолжение работы мессенджера в обычном режиме, несмотря на арест. Сообщается, что в Телеграм действует автономная структура управления, которая позволяет компании функционировать независимо от физического местоположения и статуса Дурова. Команда разработчиков и технических специалистов Телеграм находится в разных странах мира, что делает платформу менее уязвимой к локальным атакам и давлению. Телеграм продолжит выполнять свои функции по обеспечению безопасности и приватности пользователей, не предоставляя доступа к личным данным и переписке. Арест Павла Дурова вызвал широкую реакцию со стороны экспертов, политиков и общественности. Эмерик Шапрат, бывший депутат Европарламента от Франции, выразил мнение, что задержание связано с попыткой французских властей установить контроль над Телеграм, который долгое время был платформой, не подвластной государственному регулированию. Это мнение разделяют и другие политические аналитики, указывая на то, что европейские власти обеспокоены растущим влиянием Телеграм и его независимой позицией. Мизулина, российский политик, отметила, что арест Дурова также может быть частью санкционной политики США, направленной против России и ее бизнес-интелесов. Она подчеркнула, что задержание основателя Телеграм представляет собой удар по криптовалютной платформе ТАН, в которую были вложены значительные средства со стороны российских предпринимателей. Вице-спикер Госдумы Владислав Дованков призвал Российское министерство иностранных дел добиваться освобождения Павла Дурова. Он направил соответствующее обращение министру иностранных дел Сергею Лаврову, подчеркнув, что ситуация требует незамедлительного вмешательства. Дованков отметил важность защиты интересов российских граждан и предпринимателей, пострадавших в результате ареста Дурова. Посольство России во Франции немедленно предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг ареста Павла Дурова. Российские дипломаты начали работу задолго до обращения Владислава Дованкова, учитывая возможные последствия для российско-французских отношений и интересов российских граждан. Однако официальных обращений со стороны представителей Дурова в посольство России пока не поступало. На фоне новостей о задержании Дурова криптовалюта, связанная с Теллограм, начала снижаться в цене. Инвесторы выражают обеспокоенность будущим компаний и возможными санкциями со стороны международного сообщества. Финансовые аналитики предупреждают, что если ситуация с арестом Дурова не разрешится в ближайшее время, это может привести к дальнейшему падению курса криптовалюты и потерям для инвесторов. Франция может использовать судебный процесс над Павлом Дуровым как предлог для введения санкций ЕС против Теллограм. Европейские власти обеспокоены использованием зашифрованных сообщений для незаконной деятельности, и дело Дурова может стать катализатором для новых законодательных инициатив. По мнению близких к Еврокомиссии журналистов, Франция и другие страны ЕС уже давно рассматривают возможность ужесточения контроля над мессенджерами, которые отказываются предоставлять доступ к данным пользователей. По данным французских СМИ, Павел Дуров может быть обвинен в терроризме, сбыте наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и даже педофилии. Эти обвинения основываются на данных, собранных правоохранительными органами в ходе расследований, связанных с деятельностью Теллограм. Судебные слушания могут начаться уже в ближайшие дни, и Дурову грозит долгий судебный процесс, в ходе которого будут рассматриваться все предъявленные ему обвинения. Американский телеведущий Такер Карлсон выступил с призывом к освобождению Павла Дурова, заявив, что его арест является предупреждением для всех владельцев платформ, которые отказываются цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Карлсон отметил, что западные страны начинают подавлять свободу слова и независимость платформ, и арест Дурова является ярким примером этого. Илон Маск, один из богатейших людей планеты, также прокомментировал задержание Дурова. Маск подчеркнул, что ситуация с арестом основателя Теллограм является отличной рекламой первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Маск саркастически добавил, что в будущем в Европе можно будет столкнуться с серьезными последствиями даже за поддержку невинных мемов в интернете. Ожидается, что судебный процесс над Павлом Дуровым будет длительным и сложным. Вопросы, которые будут рассматриваться на суде, затрагивают не только обвинения против самого Дурова, но и более широкие проблемы, связанные с регулированием интернет-коммуникаций. Французские власти и международные правозащитные организации могут использовать этот процесс как прецедент для будущих дел, касающихся цифровых прав и обязанностей технологических компаний. Эксперты считают, что одним из ключевых аспектов процесса станет обсуждение шифрования и доступа к данным пользователей. Французские спецслужбы, стремящиеся усилить контроль над преступной деятельностью в интернете, могут использовать суд над Дуровым, чтобы добиться законодательных изменений, требующих от мессенджеров предоставления доступа к зашифрованным данным. Этот прецедент может вызвать волну аналогичных требований и в других странах ЕЭЭ. Судебный процесс может также привести к введению санкций против Телеграм и его руководства. Европейские страны уже давно обеспокоены тем, что платформы, подобные Телеграм, могут использоваться для организации незаконной деятельности. Если Дурова признают виновным, это может стать основанием для введения санкций, направленных на ограничение доступа к Телеграм в Европе или на замораживание активов компании и ее основателей. Арест Дурова вызвал волну поддержки со стороны его поклонников, правозащитников и известных личностей. Такер Карлсон и Илон Маск публично выразили свою солидарность с основателем Телеграм, критикуя действия французских властей и указывая на важность защиты свободы слова и цифровых прав. Телеграм, будучи одной из крупнейших платформ для обмена криптовалютой, может столкнуться с трудностями в будущем, если его основатель останется под стражей и не сможет активно управлять проектом. Угроза санкций и судебных разбирательств добавляет неопределенности в будущее ТАН и всего криптовалютного рынка. Аналитики и эксперты по кибербезопасности предсказывают, что ситуация с арестом Дурова станет важным прецедентом в борьбе между государственным контролем и цифровыми правами. Если Дурова осудят, это может стать сигналом для ужесточения регулирования в отношении шифрования и защиты данных пользователей. Технологические компании могут столкнуться с необходимостью изменить свои подходы к безопасности и приватности, чтобы соответствовать новым требованиям. С другой стороны, оправдательный приговор или освобождение Дурова без предъявления обвинений может укрепить позиции сторонников свободы слова и цифровых прав. Это также может создать прецедент, защищающий технологические компании от чрезмерного давления со стороны государств. Однако пока исход дела остается неопределенным, и все стороны внимательно следят за его развитием. Мир наблюдает за развитием ситуации с арестом Павла Дурова, и этот случай может стать поворотным моментом в истории регулирования интернета. Независимо от результатов судебного процесса, можно ожидать, что дискуссии о шифровании, цифровых правах и роли технологических компаний в обществе будут продолжаться. И даже если Дуров окажется на свободе, последствия его ареста уже вызвали волну изменений и обсуждений, которые затронут миллионы пользователей и определят будущее глобальной информационной инфраструктуры. Продолжение следует... Продолжение следует...